МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир СТВ продолжает новости. В студии Яна Таран. Здравствуйте. Миллион двести тонн зерна собрали белорусские аграрии к этому утру. Более трети площадей уже убрано в Брестской и Гомельской областях. Юг Беларуси в лидерах главной компании «Лето». Пока собранное зерно здесь составляет основной вес каравая – 2017. Со дня на день к массовой уборке приступят в Витебском регионе. К отметке в 200 тысяч тонн приближаются хлеборобы Минской области. Немного отстают от них в Гродненской, однако в регионе самая высокая урожайность – почти 44 центнера с гектара. В ближайшие дни у аграриев будут напряженными. Синоптики обещают жаркую погоду, однако по прогнозам не обойдется и без кратковременных дождей. Собрать урожай без потери и завершить работы по уборке зерновых до 20 августа – такую задачу накануне поставил президент. На кону вопросы продовольственной безопасности страны. Рост доходов населения – одна из приоритетных задач в Беларуси. От этого напрямую зависит демографическая динамика в стране. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики Мариана Щеткина. Также сейчас идет активная работа с целью выровнять формулу «работа семья». Особенно это касается молодых пар, которые стремятся преуспеть в карьере и быть успешными на семейном поприще. Самое главное богатство – это, естественно, люди этого государства. Но и наши программы и вообще наш комплексный подход по обеспечению условий для того, чтобы дети в семье были, вы знаете, что это ведущая позиция в мире. Вот мы сейчас встречались. Конечно, таких мер нет практически нигде. В последние годы в Беларуси отмечается положительная динамика прироста населения. Этому способствуют меры государственной политики. Уголовное дело в отношении руководителей независимого профсоюза возбудил Департамент финансовых расследований и госконтроля. Следователи отмечают, что он не входит в состав Федерации профессиональных союзов Беларуси. Сообщается, что председатели и главный финансист уклонялись от уплаты налогов. Они открывали счета в Европе, переводили туда крупные суммы денег, а потом снимали по 10 тысяч евро и наличными провозили в Беларусь. Деньги оседали в личных карманах, вдобавок подозреваемые забыли или не захотели получить разрешение Нацбанка на открытие счетов за рубежом. Установлено, что у данного профсоюзного комитета за пределами Республики Беларусь зарегистрирован счет, на который поступают денежные средства в валюте. То есть это речь идет о сотнях тысяч долларов. В налоговых отчетах данного профсоюзного комитета, представленных ими в соответствии с законом, эти финансы не отражены. По данному факту возбуждено уголовное дело за сокрытие налогов. Сейчас продолжаются следственные мероприятия. Не исключено, что подозреваемые для своих целей использовали профсоюзные взносы. Сейчас специалисты проводят расследование. По данным госконтроля, злоумышленников выдала регистрация иностранных счетов на их же юридический адрес. Впрочем, сам профсоюз продолжает работать, пока не станут известны подробности нелегальной схемы. Несчастный случай произошел в Вилейском районе из-за непогоды. В результате упавшего на автомобиль дерева погиб ребенок. Сообщается, что в момент трагедии в салоне находились еще двое взрослых и четверо детей. Не обошлось и без разрушительных последствий. В Червенском районе стихия повредила кровли зданий, пострадало 30 гектаров леса. В Полоцке произошли случаи падения деревьев на линии передачи и проезжую часть. Сейчас в населенных пунктах проходят масштабные восстановительные работы. В общей сложности более 500 населенных пунктов Витебской, Гродненской и Минской областей временно остались без электричества. В результате утечки реагента в один из бассейнов в США отравились больше 40 человек. Практически все пострадавшие дети в возрасте от 6 до 12 лет. ЧП произошло в штате Северная Каролина. Администрация вызвала спасателей после того, как многим посетителям стало плохо. Специалисты выяснили, что в воду попал гипохлорид натрия, вещество, которое используют при дезинфекции бассейнов. Утечка произошла из-за неполадки одного из приборов. В данный момент заведение закрыто для посетителей. В Португалии частный самолет совершил экстренную посадку на популярный у отдыхающих пляж. ЧП произошло недалеко от Лиссабона. В это время на побережье находились сотни человек. Судно летело на крайне малой высоте над местностью. Некоторые отдыхающие заподозрили неладное и бросились бежать. Однако без жертв не обошлось. Двое погибли. Среди них ребенок. По одной из версий, пилот совершил посадку из-за повреждения крыла летательного аппарата. На месте трагедии работает полиция. Количество пострадавших при взрыве склада оружия в Абхазии составило 60 человек. Более 20 из них госпитализированы. У многих серьезные травмы. Большинство жертв российские туристы. Кроме того, двое погибли от осколочных ранений. Район был эвакуирован. Однако вскоре местным жителям разрешили вернуться в свои дома. Причины ЧП не сообщаются. Для расследования инцидента будет создана специальная комиссия. Определяются масштабы ущерба и размер компенсации пострадавшим. Японское правительство в полном составе подало в отставку. Это связано с перестановками в кабинете министров, которыми занимается премьер страны Синцо Абе. Ожидается, что в ближайшее время госаппарат будет значительно обновлен. Подобные изменения связаны с падением рейтинга правящей партии и самого Абе. Обновив состав министров, политик рассчитывает вернуть себе доверие избирателей. В американском штате Миннеаполис из-за взрыва газа обрушилась школа. Начался пожар. Погиб один человек. Еще один числится без вести пропавшим. Девять получили серьезные ранения. Спасатели сообщают, под завалами могут находиться люди. Ведется поисковая операция. Несмотря на то, что во многих школах каникулы в здании находились учителя и ученики, которые посещают летние курсы. Александр Чекушкин, телекомпания СТВ. Белорусский государственный университет продолжает набирать позиции в мировом рейтинге Webometrics. Теперь БГУ занимает 506 место, поднявшись на 131 строчку. Всего же в списке оцениваются данные более 26 тысяч вузов. Таким образом, Белгосуниверситет по качеству образования обходит 98% высших учебных заведений. Это не первое признание главного вуза страны. Высокие результаты университет показал сразу в трех международных рейтингах. Всемирное наследие Франциска Скорины. Сегодня в Национальном художественном музее презентуют издание, которое впервые под одной обложкой объединит все 25 книг белорусского первопечатника. Уникальный сборник выйдет сразу на трех языках – белорусском, русском и английском. Издание, которое уже получило высокую оценку на международных книжных конкурсах, приурочено к юбилею белорусского книгопечатания. 6 августа исполнится ровно 500 лет с момента выхода псалтыря Франциска Скорины. Мы продолжаем следить за развитием событий, репортажей, эфирное видео всех программ, доступных на YouTube, канале СТВ. Присоединяйтесь также к нам в социальных сетях. Следующий выпуск в 13.30. И я прощаюсь с вами до этого времени. Субтитры создавал DimaTorzok